Всем привет! Вы часто пишите мне подобные сообщения. Есть свободные деньги, куда бы их вложить? Как мне кажется, инвестирование это действительно очень важно. И на канале мы постоянно обсуждаем инвестиционные инструменты. Но инвестировать деньги, не понимая, зачем вы это делаете и на какой срок, как мне кажется, иногда бывает бесполезным и даже вредным. Поэтому в этом видео давайте поговорим о том, как правильно ставить финансовые цели и их достигать. Как мне кажется, постановка финансовых целей и движение в их направлении это то, что помогает нам постоянно развиваться и быть счастливыми. Потому что если целей нет, то мы существуем как животные. Мы едим, спим, ходим на работу и наша жизнь не меняется ни через 10, ни через 20, ни через 50 лет. Все одно и то же. Если происходит что-то хорошее, то это скорее элемент везения, а не наша собственная заслуга. И самооценка наша от этого не повышается. Правильная постановка личных целей это главный, пожалуй, этап финансового планирования и его дальнейшей реализации. А реализуем мы свои цели через инвестирование только в таком порядке. А не проинвестировать деньги сейчас, а потом что с ними сделать я когда-нибудь придумаю. При этом финансовая цель это тот результат, к которому вы хотите прийти. Он может быть материальным или он может быть выражен в деньгах. Если мы говорим о каких-то материальных благах, то так или иначе все равно вы должны понимать денежный эквивалент. То есть ваша финансовая цель всегда должна быть измеримой. К сожалению, у большинства людей, которых я знаю, финансовая цель звучит так. Хочу быть богатым или хочу накопить на безбедную старость. Но, как вы видите, здесь никакой конкретики нет. Здесь нет никаких цифр. И именно поэтому в 90% случаев такие цели остаются только мечтами. Поэтому финансовой целью на самом деле мы с вами будем считать только то, что имеет денежное измерение. Допустим, купить новый холодильник – N тысяч рублей. Купить путевку на море – N тысяч рублей. Накопить на образование ребенка в университете – N тысяч рублей. Накопить на первоначальный взнос по ипотеке – N тысяч рублей. Вот это уже похоже на поставленные финансовые цели. Но поставить цели, конечно же, недостаточно, потому что нам нужно разработать план, по которому мы будем эти цели достигать. Поэтому здесь нужно сразу считать, сколько денег вы готовы ежемесячно откладывать на достижение своей цели. И это уже определит срок ее достижения. Если срок получается слишком большой, то нужно думать, каким образом мы можем увеличить количество откладываемых денег. Ну, приведу простой пример. Вы хотите купить новый ноутбук, который, допустим, стоит 100 тысяч рублей. Ну, изначально вы смотрите на свой бюджет и думаете, что готовы откладывать 5 тысяч рублей в месяц. Посчитали, получается, что вы только через год и 8 месяцев накопите на этот ноутбук. Это еще мы не приняли во внимание, что он за это время может подорожать. Хорошо, тогда мы думаем, если я тогда буду откладывать по 10 тысяч рублей в месяц, получится, что я накоплю за 10 месяцев. Такой срок достижения цели меня устраивает. Окей, утверждаю. Все наши цели можно условно разделить на три категории. Краткосрочные – это цели до года. Среднесрочные – это цели от года до 3, иногда 5 лет. И долгосрочные – от 5 лет и до максимально длительного срока. Если мы говорим о краткосрочных целях, то сейчас как раз то самое время, когда эти цели на Новый год лучше постепенно начинать составлять. Декабрь – прекрасный месяц для финансового планирования. И, возможно, это видео станет для вас как раз подходящей мотивацией. Мы с вами выкраиваем несколько часов времени, берем листочек бумаги или Excel-документ и выписываем все финансовые затраты, которые мы для себя видим в течение года. Сюда можно включить все крупные затраты, начиная от семейного отпуска и заканчивая, допустим, обучение на курсах или полным погашением кредита. Таким образом, мы выписали все свои цели с конкретной датой, когда мы эту цель хотим закрыть, и с конкретной суммой, которая нам требуется на данную цель. Таким образом, мы с вами видим перед глазами все наши финансовые обязательства на ближайший год. Мы их суммируем, и уже дальше остается только грамотно распланировать денежные потоки и, конечно же, не отклоняться от намеченного плана. Когда мы говорим о достижении краткосрочных финансовых целей, я категорически не рекомендую использовать здесь инструменты финансового рынка, то есть акции или даже облигации, несмотря на их консервативную природу. Для краткосрочных финансовых целей лучше всего подходит либо банковский депозит, либо накопительные счета в банке, потому что мы понимаем, что финансовые рынки по своей природе непредсказуемы, и любая волатильность может существенно нарушить ваши планы. А продавать активы дешево, конечно же, не хочется. Среднесрочные финансовые цели от года до пяти лет – это уже более основательный этап. Сюда, как правило, относят накопление денег для покупки новой квартиры, новой машины, накопление на обучение для ребенка или создание, допустим, инвестиционного капитала. Ну и долгосрочные цели от пяти лет и выше, как правило, люди в качестве долгосрочной цели указывают накопление денег на пенсию, потому что на государство давным-давно уже никто не рассчитывает. Для того, чтобы подготовиться к среднесрочным и долгосрочным целям, нам с вами нужно определить сумму и очень важно сделать поправку на инфляцию. Понятно, что мы можем опираться в первую очередь на прогнозы Центрального банка, но другой информации у нас нет, поэтому берем именно эти данные в качестве основы. Далее мы прогнозируем доход от инвестирования, который мы можем получить за этот период, что очень важно с учетом сложного процента. О том, что такое сложные проценты и почему это поистине магическая штука, я рассказывала в отдельном видео. Ссылку на ролик про сложный процент давайте я оставлю внизу в первом закрепленном комментарии. Ну и дальше мы начинаем считать, сколько денег нам нужно откладывать на достижение среднесрочных и долгосрочных целей. Все до банального просто. Когда мы говорим о среднесрочных и долгосрочных целях, вот здесь мы уже вспоминаем о фондовом рынке. На средний срок до 5 лет я бы рекомендовала делать выбор в первую очередь в пользу консервативных облигаций, облигаций федерального займа, которые дают вам гарантированную понятную доходность. Корпоративные облигации для этих целей не очень подходят. Вот у меня как раз недавно было отдельное видео про ВДО, высокодоходные облигации. Если хотите понять в чем там риски, то посмотрите ролик, он будет также в первом закрепленном комментарии. Покупать акции я бы рекомендовала именно для достижения финансовых целей на срок от 5 лет и выше. Потому что еще раз подчеркну, рынки волатильны. Мы сейчас с вами функционируем на грани финансового кризиса. Когда он начнется, когда он закончится, никто толком не знает. И будет очень обидно, если кризис придется как раз таки на то время, когда вам нужно будет изымать деньги. Я даже не буду тратить время на то, чтобы вас предупреждать не пытаться копить на финансовые цели в разнообразных рискованных инструментах типа финансовых пирамид, форекса, бинарных опционов и так далее. Я надеюсь, что подписчики нашего канала и так уже прекрасно знают, что от таких инструментов лучше держаться подальше, если вы не готовы потерять свои деньги. Ну и также хочу сказать, что для накопления на долгосрочные финансовые цели в принципе могут подойти инструменты накопительного и инвестиционного страхования жизни. Сразу предупрежу, не рассчитывайте на высокую доходность. Не верьте рекламным проспектам и хитро улыбающимся менеджерам в финансовых организациях, потому что эти инструменты на самом деле на доходность и не рассчитаны. Но они могут послужить для вас хорошим стимулом для того, чтобы накопить на конкретную цель, заставляя вас делать регулярные взносы по контракту и при этом позволяют застраховаться от рисков. То есть, допустим, у вас есть цель накопить на образование ребенку, у вас работа сопряженная с определенными рисками. Вы таким образом страхуетесь от того, что с вами что-то произойдет, вы потеряете возможность копить, ну и при позитивном исходе событий вы будете просто регулярно делать взносы, на выходе получите сумму. Скорее всего, там будет какая-то мизерная доходность, которая покроет, вероятно, официальную инфляцию, но больше рассчитывать не стоит. У меня было отдельное видео про то, как финансовые компании дурят своих клиентов на ИСЖ и НСЖ. Видео тоже будет внизу в первом комменте. Какие рекомендации по постановке и выполнению целей я бы дала? Мое наблюдение. Люди очень часто распыляются. Когда предлагаешь сесть и расписать цели, мы сразу вспоминаем, что мы очень много чего хотим. Нет, друзья, здесь лучше выбирать важные для вас, первостепенные задачи, и тогда больше шансов, что вы эти задачи выполните. На какие-то опциональные хотелки лучше делать просто отдельную какую-то накопительную, накопительный счет, может быть, да, или другой способ накопления. Выбрать и уже из этих денег, если они у вас будут, и если вы не найдете для них другого применения, тратить на вещи, которые для вас необязательны. Следующий момент. Чем более длинный срок, тем меньшее количество целей нужно выбирать. То есть краткосрочных целей может быть достаточно много, может быть 5, может быть 7, иногда даже в какой-то ситуации и 10 можно потянуть. Но если мы говорим, допустим, о долгосрочных целях, то, как правило, это одна или две цели. Потому что, как правило, долгосрочные цели, они потому и долгосрочные, потому что они дорогие, они потребуют от нас и так уже сами по себе много финансовых и временных затрат. Поэтому не усложняйте себе жизнь. Среднесрочные и долгосрочные цели нужно разбивать на этапы. Потому что, как вы понимаете, поставить себе цель накопить через 5 лет 3 миллиона рублей на покупку новой квартиры, это достаточно абстрактно. Опять же, и вы можете потерять мотивацию в какой-то момент. Поэтому мы разбиваем эти этапы по годам и таким образом среднесрочные и долгосрочные цели мы также с вами можем видеть в формате краткосрочных целей. То есть, допустим, за первый год нам нужно накопить, скажем, 100 тысяч рублей на нашу среднесрочную цель. В следующем году в нашей жизни что-то может измениться в лучшую сторону. Например, ваш доход вырос, вы сменили работу, ваша жена вышла из декрета, что также улучшило финансовое положение семьи. И, возможно, уже в следующем году вы сможете двигаться к цели быстрее. Но будем смотреть на жизнь рационально, бывают и перемены к худшему. К сожалению, допустим, вы потеряли работу, у вас случилась какая-то неприятность со здоровьем и так далее. В этой ситуации нужно не стесняться свои цели, корректировать, но при этом стараться не отказываться от них полностью. Даже если вы в три раза или в пять раз сократите количество денег, которые вы откладываете на достижение цели, все равно продолжайте. Пусть вы будете двигаться более медленно, но, по крайней мере, вы не будете стоять на месте. Как вы знаете, человек, который стоит на месте, по сути дела, откатывается назад. Следующий момент, в принципе, это очевидно, но все-таки я напомню, что цели нужно держать не в голове, а обязательно фиксировать. Вариантов много. Кому-то ближе бумага, которая все стерпит, кто-то пользуется Excel, а в интернете, кстати, вы можете найти очень много шаблонов для введения личного финансового плана. Есть разнообразные программы для учета финансов, для планирования. Ну, сегодня даже крупные банки нам предоставляют возможность копить на цели в рамках даже мобильного приложения, которое есть у вас в телефоне. Это тоже очень удобно. Фиксируйте, потому что попытка удержать все эти конструкции в голове, как правило, заканчивается потерей мотивации и потерей курса. Если вы только начинаете наводить порядок в личных финансах, то я бы не стала сразу замахиваться на грандиозную историю, типа хочу личный самолет через 5 лет. Лучше начинать с мелких целей и таким образом, если вы увидите, что вы можете достичь краткосрочных небольших целей, то дальше у вас уже появится больше уверенности в себе и вы втянетесь в процесс. Но здесь, конечно, невероятно важно соблюдать дисциплину. Опять же, скажу банальность, но если вы поставили перед собой цель, то давайте будем ее выполнять. Это должно стать такой же привычкой, как умыться с утра, потому что, конечно, всегда мы можем найти миллион оправданий. Нам, не знаю, не вовремя выплатили зарплату, у нас нашлись какие-то более острые потребности, но ничего, в следующем месяце я направлю на свою финансовую цель больше, компенсируя то, что я сейчас не доложил. Но, друзья, вот именно с таких первых отговорок начинается потеря финансового ориентирования. Не давайте слабину и через несколько месяцев вам понравится, я обещаю. И еще раз подчеркну, невероятно важна конкретика, невероятно важны цифры. Недостаточно обещать себе в следующем году открыть индивидуальный инвестиционный счет и купить на него каких-нибудь акций. Это не цель. Ваша цель должна быть максимально конкретной. Допустим, открыть ИИС до конца 2019 года, чтобы пошел отсчет. У меня было отдельное видео про ИИС, о том, как правильно его готовить. Ссылка будет все там же внизу. Так вот, открыть ИИС до конца года и в течение 2020 года положить на него, скажем, 100 тысяч рублей. На эти 100 тысяч рублей купить акции с дивидендной доходностью не менее 6% годовых, для того, чтобы держать их на срок, допустим, от 10 лет и выше. Вот это уже похоже на траекторию достижения вашей финансовой цели. О финансовых целях можно говорить бесконечно и, безусловно, это не последнее видео на эту тему на нашем канале. Но сегодня я хотела вас немножечко замотивировать ближе к концу года, для того, чтобы вы уже сейчас начинали расставлять свои ориентиры на новый 2020 год. Ну что ж, друзья, надеюсь, что было полезно. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь ответить. Расскажите, пожалуйста, о своих финансовых целях, если это не секрет, и о том, как вы к ним стремитесь. Похвастайтесь, если каких-то важных целей вам уже удалось достичь, возможно, при помощи инвестиционных инструментов. Давайте друг друга поддерживать и мотивировать в комментариях. Если было полезно, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк под этим видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик, если вы еще не с нами. В описании к видео найдете много ссылок на другие наши полезные видео на эту тематику. Спасибо, с вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале. Видео здесь выходят каждый день, а иногда даже чаще.